Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И сегодня мы с вами откроем посылочку, но посылочка это будет из Китая с сайта Алиэкспресс. И да, у нас давно не было таких распаковок, так что срочно нужно это исправлять. А посылка будет очень интересная, причем эту посылку я заказывала не одна, а вместе с моей подружкой. Так что вы удивитесь некоторым товарам, но давайте скорее открывать. Мне очень интересно, какого качества пришли эти вещи. Да, пакетиков очень много и давайте скорее открывать, смотреть, что же там. Так, и первое, что шло в этой посылочке, это вот такие лосинки. И причем лосины из кожзама. Ну, я думаю, вы видите по размеру, что эта лосина не для меня, не на меня. Это заказала моя подружка. У нее как раз есть кожаная куртка-косуха. Так что будет носить вот такую интересную красоту. Посмотрите, тут еще даже какая-то сеточка. И еще имеются кладки кружевные. В принципе, глубокая посадка. Интересная милая вещичка. Но, к сожалению, на меня она не налезет. Так что, ну ладно, будет подружка моя щеголять. Давайте посмотрим на это чудо поближе. В принципе, отдаленно напоминает это кожу. Но меня порадовало, что все строчки ровные, прошиты хорошо. И даже при большом натягивании швы не расходятся. Это, конечно, несомненно плюс. Интересная задумка насчет вот этих сетчатых вставок. Причем самое интересное, что они идут не на одном уровне. Одна вставочка попадает на колено, а другая чуть ниже. А еще хочу отметить, что изнутри эта ткань такая слегка утепленная. Посмотрите. Так что телу будет приятно. Так, очень мне интересно, что тут. Не помню, что мы уже с ней заказывали. Не, на свои покупки-то я помню. Кажется, типа цепочки. Это цепочки на шею. Типа такие калье. Цепочки со стразами я вам потом покажу поближе. Причем они разной длины. Дай мне чуть-чуть. Соня, отпусти. Ну и выглядеть это все будет вот так. Конечно же, это не мой стиль. Это все... Подружка у меня такое любит. Она у меня сорока неимоверная. Но вот каким-то таким образом это все будет и выглядит. Ну, может, для видео я у нее одну цепочку попрошу. И буду как цыганка выглядеть. Ну и, в принципе, цепочка выглядит неплохо. На первый взгляд, все стразинки на месте. Металл под желтое золото. Причем оттенок очень насыщенный. Вот такая застежка. Держит, конечно, она очень крепко. И посмотрите, как эти стразинки переливаются на свету. Так, я еще из бижутерия в этом заказе. И это подвески, их можно как раз на эти, что ли, цепочки. Либо их так просто носить. Но, в принципе, можно и повесить. Посмотрите, что будет. Слушайте, а может, себе одну такую оставить? Ну и, короче, вторая точно такая же череп фараона во всех его одеяниях. Главных уборок. Вот такая интересная. А я сначала подумала, что она себе сережки заказала. Ну, знаете, тоже был неплохо. Довольно интересная и милая штучка. Причем милая это в кавычках. Но посмотрите, как это все блестит. Переливаются большие стразы в глазах. И по исполнению, да, мне тоже понравилось. А еще мне понравилось, что и проработана обратная сторона этого кулона. С вот такими иероглифами. Так, ну, а что я заказала себе? Милейшие детские носочки. Посмотрите, с пингвинчиками. С котятками. Причем размер такой, что можно и себе натянуть. Они будут такие короткие, да? В принципе, и я поношу. Ну и Соне оставлю. Смотрите на эту красоту. Вот такие милые зайки. И вот такие ослики. Носочки. Вот это прям милота. Я когда увидела вот эту красоту, думаю, ну, надо Соне заказать. Ну и себе, наверное, я заберу. Заберу себе, наверное, пингвинер буду дома носить. Вот качество мне понравилось. Так, посмотрите, что есть в этом пакетике. Это, насколько я помню, тренировочные лосины. Конечно, это все полиэстер, но и интересные, красочные. Даша у меня как раз сейчас в спортзал записалась. Будет носить. Так, размер тут не указан. Вот состав 88 полиэстер и 12 спандекс. Сонегрими. Тянется хорошо, но, к сожалению, не на мою попу. Ну, а так, милая вещичка. У этих лосин интересный принт, абстракция. Что-то отдаленно напоминает картины Пабло Пикассо. Швы мне тоже понравились. Двойная строчка. И с обратной стороны выглядит все вот таким образом. Хорошо тянется резинка и сам материал тягучий. И у меня возникло желание натянуть лосины на свою пятую точку. И сейчас вы посмотрите, что из этого получилось. И вот, как это безобразие выглядит на мне. В принципе, мне было в них комфортно, но только слегка рисунок растянулся. Да, кстати, ссылочки на все товары я оставлю в описании. Так что, если вас что-то заинтересует. Ну, и в этом пакете она себе заказала тоже лосины. Размер Элечка. И лосины это с имитацией джинсы. Смотрите. Знаете, прекрасно тянутся они достаточно хорошо. Конечно, можно их натянуть и на мою попу, но выглядеть это будет довольно странно. Но мне нравится вот этот принт и кармашки как будто настоящие. Но эти лосины все прекрасно знают. На всех китайских сайтах их продают. И, честно говоря, была удивлена их качеством. Конечно, лучше было, чтобы в составе что-то натуральное было. Но хотя бы и так сойдет. Изнанка тоже хорошо обработана. Материал также тянется. И размер универсальный от размера L до XL. И расцветка действительно похожа на настоящую джинсу. Позади имеются кармашки. Ну, и таким макаром выглядят джинсы на моей попе. Да, очень, конечно, необычно показывать посылки другого человека. Потому что, ну, не знаешь, но мы с Дашей решили попробовать так. Чему бы не показать ее вещи. Так, и еще посмотрите, что у нас есть. И тут находятся трусы. И трусы очень такие интересные. И если перед экранами сидят маленькие дети, уберите их. Потому что это вот такое вот чудо. Да, трусы не на меня. Посмотрите, на какую маленькую попку. С ума сойти. Ну, а так, для интересных игр подойдут. Посмотрите, кружево имеется. Также такие трусики есть и синим цветом. Ну, я думаю, вы понимаете, почему моя подружка не захотела появляться в кадре. Что бы весь мир не знал, в каких она трусах ходит. Такие черненькие. Ну что, в принципе, трусы сшиты довольно неплохо. Никаких торчащих ниток, никаких дырок в сетке я тоже не нашла. Кружево смотрится довольно-таки интересно. И для тех, кто любит подобные эротичные предметы своего гардероба, я думаю, понравится. Но, конечно, минус в том, что размеры на маленьких худеньких девочек. И да, в Китае все худенькие, в отличие от России. Но присмотритесь, если вас это интересует. Ссылочку на эти трусики я тоже оставлю внизу в описании. Ну что, друзья, вот такая интересная спонтанная распаковка была. Пишите в комментариях, интересно ли вам видеть то, что заказывают мои подружки. Потому что, в принципе, они готовы периодически предоставлять свои посылки на обзор. Ну, а вещи, да, вещи своеобразные. Это совершенно не мой стиль. Я, честно говоря, себе такое никогда не заказала. Но все мы разные. У всех нас разные усы. Но зато меня порадовала моя покупка. Вот эти носочки. Это просто милота. Да, если вас эти товары заинтересовались, ссылочку оставлю внизу в описании. Так что переходите, смотрите, заказывайте. Ну, а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok